Представители четырех мотоклубов обратились в городскую думу с просьбой выделить финансовую помощь на организацию проведения в Дауглплсе мероприятия, посвященного открытию 16-го мотосезона. В этом году участие в нем примут байкеры из Латвии, Литвы и Эстонии. Чем этот будет год отличаться от прошлого? Мы хотим немножко побольше гостей пригласить и масштаб чуть-чуть, если получится сделать побольше. Я помню еще 2000-й год, когда собралось 14 мотоциклов. Сегодня уже в прошлом году больше 200 было, и мы надеемся, в этом году будет еще больше. Как рассказала председатель общества «Давай» Анита Францкевича, в рамках открытия сезона будут организованы различные конкурсы, пробные заезды, соревнования, в которых смогут принять участие в том числе скутеристы и велосипедисты. Депутаты самоуправления проголосовали за выделение 5000 евро на организацию этого масштабного мероприятия, которое состоится в нашем городе 7 мая. Члены Комитета по образованию и культуре также поддержали предложение Управления образования о продолжении сотрудничества данного муниципального учреждения с Министерством обороны. Договор между самоуправлением и яунцаргами о том, что яунцарги будут продолжать работать на базе 16-й школы с нашей молодежью. На данный момент в объединении яунцаргов участвуют более сотни учеников с разных школ города. Согласно условиям договора, самоуправление предоставляет в бесплатное пользование яунцаргов школьный стадион, бассейн, спортзал и учебные кабинеты 16-й средней школы, если в этом есть необходимость. В свою очередь, Министерство обороны в полном объеме обеспечивает реализацию внешкольной программы яунцаргов и оплачивает работу инструктора. На заседании Комитета по образованию и культуре депутаты также проголосовали за присвоение стипендий самоуправления двум студентам, которые сегодня проходят обучение в Рижском медицинском университете имени Страдыня и по результатам с данной сессии являются отличниками в учебе. Следует отметить, в прошлом году Елена Кузьмина и Александр Федоров заключили соглашение с Дагубинской региональной больницей, согласно которому после обучения молодые специалисты как минимум 5 лет должны будут проработать в этом региональном медицинском учреждении.